здравствуйте друзья вот хотел рассказать об интересной дискуссии которая у нас сегодня в офисе произошла я где-то прочитал что я боюсь соврать это какой источник там был не помню на каком сайте что вот сейчас в москве народ бросился квартиры скупать как-то всплеск причем я слышал от нескольких знакомых которые в разных стадиях отъезда что они вот там последнее время какие-то у них были проблемы с тем чтобы продать рынок встал вроде не падает но и как бы и не продается там если продалось там с каким-то трудом ночи какие-то такие были сложные разговоры то что рынок как-то вот плохо себя ведет если хочешь продать и тут значит говорят вроде бросились покупать ну и я думать чего и вот как я издалека смотрю там и у меня первое впечатление такое что поскольку цены в рублях то наверное для тех у кого есть валюта как бы цены резко упали они побежали покупать но потом я думаю наверно у кого-то у кого много рублей и они пытаются как-то их вложить во что-то такое в недвижимое вот людям там одни стиральную машину покупают другие автомобиля 3 вот у кого денег больше может квартиру ну и так я с этими мыслями делюсь с ребятами которые недавно приехали из россии и они говорят понимаешь когда не недвижимость это такой ну объект инвестирования который всегда в цене только растет и знаете в америке тоже многие говорят что недвижимость она все время растет и это было бы правда если бы смотреть вот знаете так отрезками времени там скажем 20 лет ну конечно за 20 лет все что хочешь растет и никаких сомнений тут нет но мы же видели когда так цены падали процентов на 20 того что больше зависит от стоимости то что подороже обычно в процентном отношении сильнее падает и запросто можно купить вот сегодня в течение там ближайших двух-трех-четырех лет так и не продашь только деньги потеряешь ночью бывает такое мы видели и дальше у меня такая мысль я начал уточнять и вот выяснять что она в рублях растет я гону по милой я бы в рублях то на может и растет а вот в долларах например получается что на процентах на 30 вот за пару месяцев то дешевле стало вроде да вот ну в долларах это мне говорят но там же не в долларах там там люди живут на рубли и я стал вспоминать что рубли рубли но было время скажем 90-е годы точно когда говорили про цены квартиры цена шла в долларах я понимаю что скажем если там лет восемь-десять рубль был относительно стабилен поддерживался на таком более-менее постоянном уровне относительно доллар или евро или там золотого содержания рубля то уже неважно в какой валюте ты можешь мерить то есть как бы мерили в долларе по же доллар был более стабильным это это понятно чтобы как-то было с чем сравнить но сейчас ты этого уже нету поэтому сказать что не недвижимость в цене растет постоянно растет она у меня на глазах вот так что можно сказать резко обвалил а там говорят нет тех кто на рубли живет у них не обвалилась и вот такая вот интересная беседа я вот так чешу репу и думаю смотри как интересно вроде бы квартиры квартиры там рынок рынок и одни говорят цена растет растет другие вот как я говорят нет не обязательно растет расскажем в долларах не обязательно растет в рублях ну так рубли же и напечатать недолго там все-таки есть же какие-то стабильные вещи и доллар он нестабильным ну так и золото же не стабильно черт возьми в этом же там же парадокс современного мира не невозможно положить деньги во что-то что само по себе никуда не девается было время стабильное когда доллар был привязан к золоту да вот тогда было стабильно а сейчас черт что поэтому вот такие интересные размышления и и и и и и и и